С момента создания Казанского федерального университета учеными ВУЗа был определен единственно верный вектор его развития – инновационный, научно-технический подход к реализации проектов и учебной деятельности. Институт экологии и природопользования Казанского университета успешно осуществляет все ранее и ныне намеченные цели. Сейчас в составе института работают четыре крупных лаборатории, каждая из них объединяет сотрудников разных кафедр. Одна из них – лаборатория «Биоконтроль». Это лаборатория, которая уже существовала и занималась вопросами, она продолжает работать, вопросом технологий, а именно биотехнологий в окружающей среде, природоохранными биотехнологиями, которые связаны либо также с вопросами климата, а именно секвестрации углерода, изъятия СО2 из воздуха и закрепления, например, в почвах. Секвестрация углерода – это процесс хранения углерода в углеродном поле. Углекислый газ естественным образом улавливается из атмосферы с помощью биологических, химических и физических процессов. Для реализации такого направления, как секвестрация углерода, предлагаются разные технологии, которые могут привести к должному результату. Например, переработка отходов, отказ от использования непереработных отходов, которые выделяют дополнительное СО2 в атмосферу, связанные с разными системами обработки почвы. Также такие технологии, как стриптил или наутил – испытания и доказательства того, что эти методики приведут к секвестрации. По словам директора Института экологии и природопользования Светланы Селивановской, решающее значение в работе над научными проектами имеет квалифицированный штат сотрудников. Когда создавались 60 лет назад институт, факультет экологии, создатели сознательно приглашали специалистов из разных отраслей знаний, потому что вопросы окружающей среды можно решить только комплексно разными специалистами. Поэтому, когда лет 15 назад встал вопрос о том, что необходимо вести междисциплинарное исследование, мы сказали, что мы этим давно занимаемся, потому что окружающая среда не подвластна только биологам, химикам, экологам. Только решая вот эти проблемы разными методами, рассматривая вопросы, можно получить какой-то ответ или можно создать какую-то технологию, которая как раз очень ценится в программе «Приоритет 2030». Отметим, что директора Института экологии и природопользования акцентировала внимание на том, что научная деятельность позволяет проводить ряд важнейших исследований не только в сфере экологии, но и для подготовки специалистов нового поколения с новой системой мышления. Карина Саяхова, Универньюс.